Отсюда послал на вершину. Ну, блин, это пять минут, и я там был. Но это обманчиво, как женщина. Не все. Геннадий Дмитриев смотрел на мир с вершины Эльбрус уже три раза. Все восхождения посвящал юбилейным датам. Не исключение это. По замыслу Геннадия Федоровича, накануне 65-летия Победы, акция должна привлечь внимание властей к проблемам ветеранов. Для 70-летнего альпиниста выбор именно этой вершины не случайен. Я уже туда хожу по нужде. Для этого легче, чем вот эта вершина. Специалисты называют восхождение на Эльбрус технически простым. Однако высочайшая вершина России не раз проявляла свое коварство. Вершина как бы доступна, но она очень опасная. Там какие могут возникать? Если невидимость исчезает, вот мы когда идем в группы, буквально след в след, мы можем себя потерять даже. Среди нас нет чайников, говорит Геннадий Дмитриев. Команда из восьми альпинистов готова снова рискнуть. Пока пассивная подготовка. На столе списки необходимых вещей и витамины. Хорошая физическая форма – важный пункт сборов. Это двуглавая, ага. И мы планируем пойти траве саму вершину. То есть на обеих вершинах 50 лет и 60 лет мы знаковые сигналы там поставили. Они там стоят. Финансовую поддержку экспедиции обещали оказать Единая Россия и Спортивное общество России. Но главной движущей силой восхождения Геннадий Дмитриев называет не деньги, а самореализацию. Вся жизнь в конечном итоге складывается из преодоления. Хотим мы, не хотим мы, что-то преодолеваем. И это преодоление формирует личность. А формирует личность наиболее – это горы. Потому что там никого не дуранешь. Там надо пахать и пахать. Информационный спонсор проекта – наша телекомпания. Съемочная группа планирует сопровождать экспедицию до самой вершины. Ее высота – 5 642 метра.